Привет всем! Сегодня мы рассмотрим еще одно 5D стекло на Xiaomi Redmi Note 7 от фирмы Bonair Поставляется, как всегда, в таких коробках Bonair Коробки здесь очень тяжелые, поэтому приходится довольно-таки много платить за доставку именно коробок Комплектация у них это карбоновая пленка назад Само стекло И вот такой вот набор для поклейки Один из самых богатых из всех стекла Sarkozy и Bonair имеют примерно одинаковые комплекты В комплекте иногда одна жидкость, кисточка, иногда, как вы видите, даже две Ну, здесь все написано, в принципе Две мокрых салфетки, две сухих, два антидастера набора и две жидкости Две мокрые салфетки, одна сухая, вот такая вот, не в пакетике, а вот такая вот, фирменная Bonair А также два, видите, антидастера, даст абсорбера и два стикера То есть хватит даже, чтобы наклеить два стекла, а не одно Иногда идет такой же комплект, только всего по одному Фирма Bonair использует подложки фирмы RIMBO Подложка это вот эта вот нижняя пластиковая часть, на которой держится стекло Я неоднократно у них спрашивал, только подложка здесь RIMBO или все, в том числе стекло Конечно же, они заявляют, как и всякие китайцы, что они закупают только подложки Стекла они изготавливают сами Так это или нет, доказать, в принципе, невозможно Встречал я и сами RIMBO стекла полностью, можно их закупать у RIMBO И Bonair На ощупь, по ощущениям тактильным и по всем остальным, никакой разницы я не увидел Поэтому здесь правды, скорее всего, не найдешь То ли Bonair действительно сам делает стекла Вот такие вот полноразмерные, то ли все-таки закупает Прозрачные стекла Bonair точно делает сам Насчет вот этих 5D никто достоверно не знает Поэтому вопрос тут спорный То ли покупать отдельно RIMBO стекла Их можно купить просто без красивых коробок, без стекеров, без жидкости и без всего остального То ли все-таки брать вот такие вот Bonair, переплачивать за красивую коробку, за карбоновую пленку назад и так далее Но это где-то раза в 2-3 переплатить, это точно 5D стекло полноразмерное, полноклеевое Это означает, что оно будет у нас с вами с рамками Клей по всей поверхности, в отличие от прошлых стекол, где клей был только по рамкам Ну, немножко загнутая Я бы не сказал, что тут какая-то супер загнутость существует Как и любое другое обычное стекло А также обратите внимание, здесь уже есть вырез, ну не вырез даже А такая выемка в краске, в рамке Под индикатор Она тоже защищена, просто не прокрашена То есть здесь есть место под индикатор Благодаря этому индикатор будет виден хорошо Когда будет вам смс-ки приходить, либо пропущенная вызова И все будет в порядке, и вы не пропустите это А на вот это вот стекло, которое наклеено сейчас Как вы помните, выреза под индикатор не было Поэтому здесь немножко тяжелее, он светит только под таким вот где-то углом По поводу жидкости ликвиду вот этой Она нужна для затирки, для заталкивания ее под воздушную прослойку Если вы наклеили стекло, и по краям, либо где-то образовалась воздушная прослойка С такими стеклами лучше ее не использовать Она не нужна, то есть не нужно, если вы наклеили прекрасно стекло, куда-то ее заталкивать Это если уже очень что-то плохо получится Будет воздух, который никуда не будет уходить, вы не сможете его выгнать Тогда можно будет вот этой кисточкой его туда подмазывать Карбоновую пленку, если захотите, сможете наклеить, будет выглядеть телефон вот так вот Это стекло у нас с вами 6D было наклеено несколько дней Ну, плохого ничего сказать я не могу Только немножко неудобно, как я уже сказал, с индикатором Все остальное прекрасно Не царапается стекло, выполняет свою функцию защиты телефона, смартфона и его экрана Срывать любое такое стекло достаточно просто Подтянуть за любую часть Зайдет туда воздух За счет электростатики оно держится со штону и все Даже можно его наклеить куда-нибудь на подложку, чтобы мусор не забился И использовать потом, когда разобьете свое предыдущее Процесс поклейки всех стекол полностью одинаковый Используйте влажную салфетку, если она нужна То обычно вы покупаете новый телефон Он идет в пленках Срываете пленку Быстро протерли, либо просто антидастером обработали И наклеили стекло Ничем сильно обрабатывать не нужно Потом берете вот этот антидастер Предотвращает на какое-то время попадание пыли Стекло ни в коем случае не отрывайте от подложки над телефоном Потому что здесь всегда есть много пыли И она сыпется вам на телефон, опять придется его оттирать И желательно протереть его где-то вот здесь вот в сторонке Потому что тоже при отрывании пыль может забиться именно на внутреннюю часть стекла Протерли вот так вот И где-то в сторонке оторвали стекло от подложки За счет того, что эти стекла имеют выемку для индикатора уведомлений внизу Лучше клеить их не так, как обычные сверху, а снизу Попасть на индикатор Видите, для этого лучше всего подключить зарядное устройство, чтобы он светился И потом уже с нижней части разглаживать вверх-вверх-вверх И там попадете на отверстие более-менее нормально Так что здесь имеется вот такая вот особенность Если такие стекла, лучше начинать клеить снизу Все нормально получилось Олеофобное покрытие присутствует Дорабатывать жидкостью стекло не нужно Все хорошо приклеилось Углы не цепляются ногтями, карманами и так далее То есть из разряда таких неплохих стекол Можно отверлить по поводу того Совместим ли полностью ли это является копией Римбо Или все-таки чем-то отличается Еще нужно немножко подсобирать статистику Вот так вот Всем спасибо, до встречи